Агрария настаивает на введении режима ЧАЭС. С полей края убрано чуть больше половины урожая. Опасный сезон. С чем связывают рост числа аварий с участием байкеров, эксперты и автоинспекторы? Записать песню с Женей Трофимовым и другими известными исполнителями кастинг проекта «Наставник» стартовал в Барнауле. Агрария региона просят ввести в край режим ЧАЭС. И власти скоро должны пойти на такой шаг из-за непростой ситуации в сельском хозяйстве. В этом уверены в Алтайском союзе крестьянско-фермерских хозяйств. К третьей декаде сентября с полей региона убрано чуть больше половины урожая. Это первая проблема. Вторая – само качество зерна. Какие риски могут понести аграрии в этом сезоне? Расскажем далее. Дожди в посевную, сбитый период вегетации, дожди в уборочную. К концу сентября в Алтайском крае убрали чуть больше половины урожая. Сельхозпроизводители боятся, что очередной сезон дождей испортит то, что остается в полях и ждут помощи. В Краевом союзе крестьянско-фермерских хозяйств уверены – введение режима ЧАЭС – дело нескольких дней. В таком случае аграрии смогут рассчитывать, к примеру, на пролонгацию кредитов. Правда, реальной финансовой помощи не подразумевается. Возместить какую-то часть убытков смогут лишь 100 сельхозпроизводителей края. В этом году впервые введена такая норма получения субсидий различного характера для сельхозпредприятий. Обязательное было страхование от ЧАЭС. Те, которые застраховались, атаковых у нас чуть более 100 человек, те, конечно, получат еще и возмещение за счет страховой компании. В случае принятия решения о введении ЧАЭС, это будет уже основанием для выезда в поле и оценки ущерба и принятия решения компенсации. По словам экспертов, пострадали в нынешнем сезоне аграрии самых разных районов. Это видно по самому урожаю. Впервые в Центре оценки качества зерна края проводят бесплатно мониторинг качества всей пшеницы. Если качество озимой в среднем по региону за три года выросло вдвое, качество яровой этого года уже огорчает. С каждым днем качество у нас падает и падает, ввиду того, что, к сожалению, есть партии пшеницы, которые с проросшим зерном. Дожди неблаготворно повлияли на яровые сорта. И на сегодняшний день у нас статистика такова, что 62% нашей озимой и яровой пшеницы, все вместе, это всего лишь третий класс. То есть 62%. В прошлом году на эту дату было 75%. Из других культур уже показал себя лучше прошлого года горох. Его успешно экспортируют в Китай. Вообще вопрос быта сегодня звучит так же громко, как и завершение уборки. Из-за закрытого Казахстана наше сырье или продукт переработки уходит в Поднебесную Монголию, Беларусь. Но этого мало. Основная часть урожая будет невостребованной, уверены эксперты. Хотя к сбору каких-то культур только приступают. Горячиху в основном в нашем хозяйстве мы убираем так называемым раздельным комбинированием. Это когда сначала масса зерна валится в волок, в нем просыхает, и только потом с волка молотится. Это требует положительных температур и времени хорошей погоды. Которая, к сожалению, по прогнозам у нас уже через несколько дней опять начинается по две капельки, по две капельки. Собранный поздно и не самого лучшего качества урожай ляжет в хранилище. Так как в крае недостаточно элеваторов, почти в каждом районе появились построенные фермерами места складирования. Там они будут ждать хорошую цену, ведь сейчас тонна пшеницы 3-5 класса стоит 8-12 тысяч рублей. Алтайские аграрии, которых уже несколько лет испытывает природа, ждут комплексной поддержки от государства. А государство ждет от фермеров увеличение объемов производства сельхозпродукции. Но тогда встает резонный вопрос, где хранить этот урожай и куда его сбывать. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком. В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию. Об этом журналистам сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышев. По его словам, законопроект актуален, поскольку в России второй год подряд наблюдается повышенная инфляция. Депутат отметил, что отчасти рост зарплат у населения компенсирует рост инфляции. Но доходы менее защищенных слоев населения, таких как пенсионеры, не успевают за темпами роста цен. Добавим, что законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии должны внести в Госдуму до конца этого года. А жители Алтайского края бьют тревогу. Несколько дней назад озеро Большое Яровое покрылось химической пленкой. Масляная пленка, либо это какая-то зола, которая пришла со стороны ТЭЦ. Так они выглядят вблизи. Краевая прокуратура и следком уже назначили соответствующие проверки на предмет исполнения законодательства обращения с отходами производства и потребления, а также на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей «Загрязнение ВОД». Мотосезон в Алтайском крае в этом году был опасным. По статистике, краевой автоинспекции с начала года число аварий с байкерами в сравнении с прошлым сезоном увеличилось на 10%. Количество раненых детей вовсе выросло почти в два раза. С чем связан рост числа пострадавших и погибших и можно ли статистику изменить, выяснял Данил Кузнецов. К сожалению, до недавнего закрытия мотосезона в Алтайском крае дожили не все. В этом году число аварий с участием байкеров увеличилось на 10%. Смертность выросла примерно на треть. За 8 месяцев 2024 года на территории Алтайского края зарегистрировано 141 дорожно-транспортное происшествие с участием водителей мототранспорта, в которых 13 человек погибли и 154 получили ранения. Из них с участием несовершеннолетних произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых 40 детей ранены. Число детей, получивших ранения, и вовсе увеличилось почти вдвое. Оно и понятно, говорят эксперты. Зачастую подростки садятся за руль пидбайков или мопедов, не имея прав. Однако в целом, как рассказывают опытные байкеры, из года в год статистика разная. Иногда сезон проходит относительно спокойно, иногда жертв бывает много. Предугадать сложно. ДТП, как правило, происходит. Большая часть и основная не по вине мотоциклистов, а по вине других участников движения. Автомобилистов, бывает нетрезвых пешеходов или просто пешеходов, нарушающих правила дорожного движения. Конечно, мотоциклисты тоже сами бывают зачастую виноваты. Обычно аварии случаются у тех, кто только начинает вкатываться в жизнь на двух колесах. Перебарщивают со скоростью, не считывают дорожную обстановку или и вовсе могут сесть за руль пьяными. Однако бывают ситуации, когда виновата вообще дорога. Речь не только об опасных для мотоциклов ямах. Вот сейчас, буквально пока ехал сюда, то есть где-то на повороте есть песок или галька. То есть это может просто мотоцикл уйти в занос, неконтролируемый абсолютно. Чаще аварии все же происходят в городе, на перекрестках. Люди выезжают недалеко и одеваются легко. По словам байкеров, очень важно надевать хотя бы минимальную защиту. Все-таки она действительно может спасти жизнь. Защиту должен надевать и пассажир. Кстати, очень важно держать мотоциклиста за пояс. Притом, действия по типу наклона нужно выполнять одновременно с водителем. И ни в коем случае ему нельзя мешать во время маневров. Особенно, когда он вклинивается рядом с автомобилем. Да, это разрешено. Правила дороги в движении властят, что сколько транспортных средств помещается в полосу, сколько и может в ней находиться. То есть вот таким примерно образом. Чтобы пережить следующий сезон, пораженные байкеры советуют не гнать, не употреблять, мотоцикл проверять, защиту надевать и о других участниках движения не забывать. А тем, кто только собирается купить свой первый двухколесный агрегат, опытные мотоциклисты рекомендуют следующее. Двигатель должен быть не выше 600 кубов. Таких коней и обуздать легче, чем литровые байки. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. У главного корпуса медицинского университета сегодня торжественно открыли памятник. Малая архитектурная форма украсила сквер медиков. Как заявляют эксперты, ее создали буквально за неделю. Приурочили торжественный момент к 70-летию медицинского вуза. Каким получился объект, оценили и наши корреспонденты. Сквер медиков у главного корпуса АГМУ теперь украшает памятный знак со змеей и чашей. Иначе говоря, сосуд гигеи. Это традиционный символ фармацевтики. Открытие этой малоархитектурной формы приурочили к 70-летию университета. Не было преподавателей, не было студентов. Было решение и было здание. И вот сюда приехали 32 выдающихся учителя, выдающихся ученых, которые начинали эту деятельность. Уже к концу сентября было принято 200 первых студентов. Так это было 70 лет назад. Сейчас выпускники вуза трудятся в самых разных клиниках страны. Всего из стен университета вышло более 65 тысяч человек. Многие прославили свое учебное заведение. А кому-то из нынешних студентов еще предстоит это сделать. С начала сентября стали снова учиться в этом вузе, представляя более 30 регионов нашей страны. Учатся и представители других государств. Это свидетельствует о том, что вуз развивается необходимыми современными темпами. Что касается памятного знака, проект малой архитектурной формы разрабатывали студенты политеха. Каких-то жестких ограничений не было, поэтому варианты были разные. Различные формы такие там связаны с тематикой. В то время, когда у нас пандемия была, врачи большой вклад сделали в спасение людей от ковида. Такие тематики связаны с какими-то там микроорганизмами, вредителями, плохими вирусами. Проект получилось реализовать благодаря инвесторам, в том числе фармацевтической компании «Эволар». Несмотря на простоту архитектурной формы, она идеально вписалась в сквер медиков. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Возродить народную дружину предложили сегодня патриоты Алтая. Это ассоциация, в которую входят несколько самых разных патриотических организаций края. Почему ее решили возродить именно сейчас и чем она будет заниматься, об этом и не только говорили сегодня в рамках расширенного заседания правления ассоциацией. Подробности в сюжете. Оказывать помощь органам внутренних дел на ведение порядка. Как вы убеждаете на этом? Да, если честно, нет, сами по своему утреннему позыву. Так в библиотеке имени Шишкова сегодня состоялось расширенное заседание правления ассоциаций патриоты Алтая. Это относительно новая организация среди общественных организаций края. Главная наша задача – это не только патриотическое, но и гражданское воспитание наших граждан. Ассоциация объединила в себе 12 организаций, среди которых ветеранские сообщества, различные спортивные федерации и даже одно частное охранное предприятие. На повестке дня несколько вопросов. Один из главных вопросов – это презентация сайта патриотов Алтая, на котором будет размещаться далее вся информация по краю, по патриотическим гражданским мероприятиям. И, в принципе, каждый гражданин, каждая общественная организация, участвующая в этом процессе, сможет там развести свою информацию. Кроме того, впервые был поднят вопрос об организации народной дружины. Это именно связано с тем, что сейчас очень серьезный недобор кадров в силовых структурах, а всех абсолютно. У нас был опыт небольшой. К нам обратилась одна женщина за помощью. Она вызвала сотрудников полиции по мелкому правонарушению. И полиция в индустриальном районе не смогли приехать в течение двух часов. То есть мы обратились в дежурную часть индустриального района, нам пояснили, что на индустриальный район работает один-два экипажа всего лишь. А там проживает 325 тысяч человек. Основной костяк дружины уже есть – это 30 добровольцев. Основная задача – профилактика мелких правонарушений. По состоянию на 1984 год, то есть конец прошлого века, у нас было 280 тысяч народных дружин. Соответственно, они привлекались для несения патрульно-постовой службы. В 1991 году прошлого века дружины прекратили свое существование. Теперь их снова решили возродить. Еще одна, по мнению общественников, не менее важная тема – образовательный проект «Семейные ценности». Каким образом мы будем это продвигать? Это школы, это колледжи, то есть это подростки от 14 лет. То есть там, где их больше всего, нам их будем ловить. То есть принудительно? Да нет, почему принудительно, конечно нет. Добровольно принудительно? Добровольно принудительно, да. Но как бы если это будет не просто лекция, да, вот мы пришли и мы начинаем читать им лекцию, рассказывать, вот это ай-яй-яй не хорошо, а вот это вот хорошо. Это будет такой интерактив, где больше будут говорить они. Также на заседании подписали соглашение о сотрудничестве с сообществом Движения Первых и приняли в свой состав новую организацию. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Больше ста музыкантов пришли на кастинг нового музыкального проекта в Барнауле. Его финалисты смогут записать песню совместно с такими артистами, как Женя Трофимов, Эльдар Бабаев, Диана Завидова и не только. Наша съемочная группа петь не умеет, но на кастинге все же побывала. В эти минуты, возможно, решается их судьба. Больше 200 заявок. До кастинга дошли порядка 100 музыкантов. Проект «Наставник» объединил вокалистов из разных городов и районов края. Не все из них профессиональные артисты. Кто-то работает на заводе, в больнице. Вы вообще чем по жизни занимаетесь? По жизни? Ну да, музыканты? Я по жизни барбер. Стригу людей, брею бороды и вот пою песни. Я буду петь авторскую песню. У меня есть группа «13 миль». Вот я буду петь демку. Я еще не выпускал эту песню, буду сегодня здесь ее петь. Долго думал, на самом деле, что выбрать. Но в конечном итоге, вот что самое-самое по душе, то и буду. Думаю, лет через 10 в телевизоре точно увидимся. Твои глаза, подобные океану, я утону, ведь не умею плавать. Ничего подобного в Алтайском крае еще не было, говорит руководитель проекта. Помог грант от Росмолодежи. Сегодня в команде проекта работают порядка 80 человек. В жюри многим известны и Женя Трофимов, Роман Рудыко, Саша Волокитин, Диана Завидова и Эльдар Бабаев. Каждый из них выберет в свою команду по два участника. Вместе они напишут песни, чтобы выйти в финал. За каждым наставником закреплена своя команда саунд-продюсеров и звукорежиссеров, которые будут создавать трек. Далее будет работа с дизайнерами, стилистами, хореографом-постановщиком, режиссером. И мы будем делать крутое финальное шоу в прямом эфире. Победитель проекта получит возможность сняться в профессиональном клипе. Съемками займутся ребята, которые работали над клипами группы «Комната культуры». Мы сегодня находимся в таком время, когда необязательно находиться в Москве или где-то в Питере, в центральной части России. Можно творить в родном регионе, в родном городе. Именно артистов, которые попали в команды звезд, станут известны завтра, 21 сентября. Впереди месяцы плодотворной работы, чтобы зажечь на финальном шоу в декабре. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, День Столка. В Барнауле открылась краевая выставка «Алтай-мастеровой». Роспись по дереву, валяние из войлока, лепка из соленого теста и даже художественная огранка камней. Каждый из мастеров силен в своем направлении. В этом году за звание народного мастера края борются 8 талантливых людей. На открытии выставки побывали наши корреспонденты. Это не краска, а шерсть. И она бывает так, что она ведет себя непредсказуемо. Именно потом, когда это все высохнет, придумать, как это все собрать на место и поставить, чтобы эти глаза не перекосились, это самое сложное. О сложностях работы рассказывают мастера-ремесленники. Так в выставочном зале Дома народного творчества открылась выставка работ мастеров-претендентов на присвоение звания «Народный мастер Алтайского края». В этой выставке у нас принимают участие 8 мастеров-ремесленников из Барнаула, Егоревского, Родинского, Черышского районов. У нас представлена художественная роспись по дереву, войлок о валянии, тестопластика, гончарные изделия. И в этом году такое новое направление – художественная обработка драгоценных камней. Звание «Народный мастер Алтайского края» присваивается с 2010 года. Комиссия оценивает изделия мастеров-претендентов по многим критериям. В первую очередь, конечно, это профессионализм. Потому что в начале работы представлялись намного слабее, чем последние годы. То есть уровень работ очень сильно вырос. Но оригинальность, естественно, кроме профессионализма. То есть композиция в первую очередь учитывается. По мнению посетителей, многих на этой выставке поразил барнаульский мастер по художественной огранке камней. Он работает в направлении «Концептуальный и конструктивный символизм». По его мнению, каждый камень несет свою мысль. Допустим, вот тот голубой камень. ВДВ на нем внутри распустившийся парашют со стропами. А поверху камня написано вверху аббревиатура «ВДВ». Это сделано матовыми гранями, чтобы выделить. И на матовом фоне прозрачными гранями написано девиз «Никто кроме нас». На открытии выставки собралось более полусотни человек. Гости оценили все работы по достоинству. Очень много труда. Я понимаю, как это все сложно. Но мы работаем с тем, что рисуем бывает иногда. Но это очень сложно. Мастера прям вообще волосы. Потрясающе. Я даже не знаю. Это довольно трудно выбрать лучшего, ведь все они хороши. К слову, в крае почетное звание «Народный мастер» носят сейчас 40 мастеров-ремесленников. «Народные мастера Алтайского края» – это, конечно, тот золотой фонд из всех и многочисленных, и замечательных, и талантовых мастеров, которые получают пожизненное удостоверение и являются такой визитной карточкой Алтайского края. Именно их, в первую очередь, мы отправляем для участия в межрегиональных, во всероссийских и других проектах. Помимо пожизненного удостоверения, «Народному мастеру» вручат диплом и денежную премию в 50 тысяч рублей. Добавим, посетить бесплатную выставку можно до 31 октября. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. «День с толком». В Барнаул прибыла экспедиция на внедорожниках из Сингапура. Она стартовала еще в августе на то, чтобы добраться до краевой столицы на стандартных джипах. У участников ушло больше месяца. В экспедиции принимают участие в основном обеспеченные жители стран Азии, которые просто захотели увидеть мир. Их маршрут рассчитан примерно на 80 дней, но не для всех. Некоторые стартовали из китайского города Тяньдзинь и закончат в районе Синьцзянь. В Барнаул они приехали посмотреть на достопримечательности и пообедать. Уже завтра отправятся на Манджирок, а оттуда – в Монголию. Русские не выглядят счастливыми. Я не вижу много улыбок на лицах. В других странах люди на улицах здороваются. Но русские не такие. Даже продавцы не очень улыбчивы. А у меня на этом все. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Если у вас есть интересные и актуальные темы для наших материалов, звоните. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Эвалар». Мира и добра всем. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok